хорошо там где нас нет водители с белорусской пропиской гонят из европы по какой-то причине которой они являются вообще правдой тебя лишают работы и кто стоит за наплевательским отношением к людям особая миссия в обруске парень вместо денег заработал срок фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы в чем причина подсветка безопасности на светофорах начали появляться светодиодные ленты на безопасность это влияет однозначно как работает ноу-хау это сирена громкие чп и страшная правда и жизни города мы уложимся за 10 минут засекайте а тюрьмы и сумы бобруйчанин вместо денег заработал срок молодой человек хранил в тайниках на территории города около 100 грамм мефедрона синтетическое вещество дает краткосрочную эйфорию и в конечном итоге приводит к летальному исходу в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело местному жителю грозит до 20 лет лишения свободы 19-летний учащийся одного из местных колледжей успел поработать на интернет-магазин по продаже наркотиков чуть более месяца он получал у куратора партии товара делил его на более мелкие дозы и распространял через закладки на территории бобруйска и могилева наркопреступление фиксируется по всей стране чаще всего в дело вовлекать несовершеннолетних подростки в желании заработать охотнее соглашаются на легкие деньги нужно помнить любое преступление несет за собой ответственность политика путает берега открытая честная европа в за шеи выгоняет водителей белорусов ставит крест на работе и въезде в европейский союз как оказалось знание пдд не самое главное наша съемочная выяснила по каким критериям за рубежом подбирают персонал добро пожаловать только за месяц по безвизу нашу страну посетила под 10 тысяч граждан юс больше половины литовцы граница с неокой открыта для иностранцев уже не первый год соседи охотно пользуются предложением едут на закупы товаров за топливом и просто погулять в ответ белорусы обычно получают нож в спину токсуальскому коридору стенут войска нато то закроют пункты пропуска то намеренно снизит проходимость кпп люди от безысходности буквально живут на границе перед новым годом очереди из авто у достигали вселенских масштабов соцсети заполонили ролики о муторных часах ожидания артем щербов не один год отработал на родине но молодого человека манила дорога не было как такого опыта на тот момент и не везде мне могли взять и все бы хорошо пять лет молодой человек исправно трудился работал на имя но честно сыграла с ним злую шутку в очередной раз запросив вид на жительство обычная для этой работы дела водителю международнику отказали причина до безобразия проста я могу быть белорусским шпионом завербован спецслужбами я несу прямую угрозу литовскому суверенитету могу быть опасен для общества клевок спину иначе такое отношение к людям назвать нельзя человек был нужен честно выполнял порученное но стал неугоден на пустом месте и это в то время как литва на каждом углу кричит о свободе прав когда отказали было прям неприятно в один момент по какой-то причине которая не является вообще правдой тебя лишают работы и запрещают въезд в другую страну да хотя со стороны фирмы у кого у меня никогда никаких вопросов не было тебя выполнял свою работу идентичная история случилась и с анатолием тихановичем ему тоже три года доверяли а потом резко перестали нашли в лице водителя большегруза прямую опасность стране был отказ на вид на жительство и запрет на въезд в литву на пять лет соответственно в момент получения отказа мне был дан один месяц на то чтобы покинуть литовскую республику сдать вид на жительство и на этом все демократии дорога открытая честная европа в за шею выгнала работяг белорусов поставив крест на работе и въезд европейский союз одним движением перечеркнув планы на жизнь все говорили что в европе прямо свобода слова могут быть разные твои политические взгляды это никак не влияет на работу ну то есть да каждый человек это личность со своими личными убеждениями но в тот момент не разобравшись и можно сказать не имея никакой информации против меня на основании просто своих выводов закрыли мне вид на жительство истории то что случилось и с николаем чураковым имя и фамилия вымышленная мужчина пожелал остаться анонимным водитель международник отработав 10 лет странах есть в очередной раз подал документы в миграционную службу спустя пару дней его вызвали для уточнения некоторых вопросов каково было удивление николая когда он услышал что от него нужно надо чтобы ты помогал нам поедешь домой надо чтобы ты посмотрел как бы если русские в твоем городе на кранице там уж когда ехать домой смотри российскую технику солдат белорусские части где-то усиление такого не было ну время меняется ситуация меняется поэтому ты хочешь у нас работать я хочу продолжать ну вот поедешь нам надо сделать то о чем попросили литовцы белорусы между прочим уголовная статья по которой грозит до 15 лет лишения свободы однако если человек добровольно и своевременно заявил госорганы о совершенных действиях он освобождается от уголовной ответственности я чувствую что кто-то нарушает то есть как бы ну или предаю свою страну вот я как бы никогда таким не было и всегда хорошо относимся а тут как будто бы просят то ли посмотреть что то непонятно зачем что с этим будет что со мной будет что семьей я начал опасаться и сказал что типа знаете я наверно не соглашусь кроме бесконечного выдуманного страха на любом этапе европейцы очень тщательно относятся к подбору персонала прежде чем подать документы на визу или в инже каждый должен пройти анкетирование от ответов зависит результат самый важный вопрос кому по вашему мнению законно принадлежит крым действительно это ведь важнее знаний пдд или правил перевозки грузов в отличие от стран есть белорус своих не бросает рабочие места есть зарплаты растут соц обеспечения на должном уровне кто хочет заработать тот сможет заработать где угодно и лишь тот кто ищет поводы и причины будет постоянно во всем винить кого-то другого то есть вот надо рассчитывать только на себя и все получит работа есть и деньги платят я решил и семьей быть поближе уже скажем так наездился накатался жена сказала ну надо побыть рядом я каждый день дома я с ребенком даже в сад стал заводить свое родное в жизни нет ничего важнее семьи домашнего очага здоровых близких и никакая даже самая высокооплачиваемая работа их не заменит особенно это ощутимо когда политика европейцев путает берега полезное ноу-хау в бобруйске по инициативе гаи на светофорах начали появляться светодиодные ленты инновационная система дублирует все цвета электронного регулировщика срабатывает синхронно с основным сигналом светофора дополнительная подсветка предназначена для повышения безопасности такая новинка на улицах города будет приковывать внимание участников дорожного движения даже при ограниченной видимости и плохой погоде лед ленты уже появились на минской проспекте строителей гоголя благодаря установленным дублирующим сигналы светофора лентам внимание реакция водителей повысится количество дтп уменьшится призываем водителей быть предельно внимательными осторожными соблюдать правила проезда перекрестков и не нарушать требования сигналов светофоров вот эта полоска светодиодная и насколько далеко это все видно насколько водителю это удобно видно сдалека особенно в темное время суток и во время дождя когда блик идет очень удобно сдалека заметно ярко на безопасность это влияет однозначно всего закуплено 40 повторителей сигналов светофора светодиодные ленты будут установлены на 10 объектах в планах завершить работы по монтажу к концу февраля денежные уловки виртуальные жулики активно атакуют белорусов с начала года возбуждено 19 уголовных дел по фактам телефонных мошенничеств и это только те случаи когда злоумышленники выманивали у жертв деньги за непривлечение их родственников к ответственности за якобы совершенное преступление для реализации замыслов часто использовали водителей такси которые доставляли посылки с крупной суммой и даже не подозревали о криминальности своих услуг мвд напоминает о необходимости рассказывать своим детям о способах вовлечения несовершеннолетних противоправный бизнес а также о последствиях опрометчивых шагов кроме того ведомстве настоятельно рекомендуют водителям различных служб доставки обращать внимание на эмоциональное состояние лиц отдающих посылки и на объем пакетов или коробок такие преступления зарегистрированы по всей стране сумма причиненного гражданам ущерба превышает 200 тысяч рублей травмирующий удар в бобруйске на самом оживленном участке сбили велосипедиста дтп произошло на перекрестке проспекта георгиевского и минской мужчина при повороте налево совершил наезд на 77-летнего пенсионера с травмами местного жителя госпитализировали в больниц гаи призывает водителей быть внимательными и осторожными снижать скорость движения до минимума при подъезде к пешеходному переходу особенно в условиях недостаточной видимости это была сирена ну а больше новостей ищите на нашем канале в ютюбе и соцсетях я роман костюков увидимся через неделю